Спасибо большое за посылку Александру, мастеру Александру из города Ужгород по ремонту ноутбуков и не только. Ссылочку на него и на его номер телефона я оставлю в описании. Спасибо большое за ништячок. Всем привет дорогие друзья. На ремонте у нас Игорь на 500 гигов синяя серия. Я уже отключил, посмотрел, контакты чистые, заложенные. Этот диск дорог владельцу, как память о каких-то событиях. Инфа на нем не нужна, нужен просто ремонт, если это возможно и подешевле. Поэтому давайте с вами его подключим к компуктеру и посмотрим, что к чему. Итак, подключаем нашего Игоря по Type-C. Замигал радостно. И отвалился. Еще раз подключился. Так, чем-то у нас Игорь будешь радовать. Ничем. Вот так вот, посмотрим в диспетчере. Ага, потому как мигает у нас наш карман. Мне что-то кажется, что он, наш Игорь, долго думает. Нужно ему сделать чистку имбирь для начала. Вообще, посмотреть, как он. Поэтому, видите, ребят, с карманами всегда проще. Да, есть, вот определился он. Давайте посмотрим. Значит, забитый просто. 415 гигов почему-то. Будем разбираться, будем посмотреть. Слышу по звуку тут что-то с головами явно. Они тарахтят сейчас безумно. Давайте пока пауза, я пока подожду. Так, раздуплился он у нас. Давайте его переподключим. Отключили. И подключаем. Давайте глянем. Помогло, не помогло. Нет, не помогло. Хорошо, давайте подключим хардис антинер. Посмотрим, сколько тут здоровья. Что вообще с жестким диском. Что мы с вами можем сделать по жесткому диску. Видите, ребят, не проходит инициализацию. По вопросам. Что это может быть? Это может быть забит транслятор. Это могут быть переполненные листы. В общем, давайте все по порядку почистим. Посмотрим, получится нас его завести или нет. Итак, ребят, что нам нужно? Нам нужна VDR. Ну, скажем, шестая версия. Запускаем от имени администратора. Порт USB в моем случае. И MyBook. Видите, здесь Error. Royal. Видите, все по нулям. Проблема действительно с диском. Давайте попробуем. Сделаем хитрость. Сейчас MBR с вами прочешем в low-level формате. Вот опять она долго висит. Тут главное, чтобы головы не умирали. Если головы будут умирать, то это фиаско. Тут уже старайся и не старайся. Ничего не сделаешь. Но попробовать стоит. Есть. Ну, еще раз. Вот, уже быстрее. А теперь закрываем, но не отключаем. Винт и попробуем с вами еще раз в VDR зайти. Здесь нас пробуем администратора порт. USB. Все равно ошибка горит. Ну, может, сейчас хоть определит. А сейчас наглую будем через ошибки. Action. ClearSmart. Посмотрим, что будет. Есть. очистка. Секшн. Супер формат. QuickWiz. Пэйлист. Пошла очистка по листам. С минус FB минус 251. Зона 0. Виртуальный вилл В1. В принципе, нормально. Здесь мочегов никаких нет. То есть, в принципе, даже сейчас может быть. А вот появился countdown. Error. C4.0.B Есть. Очистилась. Теперь Action. SuperFormat. ClearTranslator. Есть. Теперь Action. SuperFormat. ClearGlyst. Есть. Теперь еще раз Action. ClearSmart. Еще раз. Error. Ошибка у нас ушла. Сверху. Так что давайте попробуем давайте попробуем с вами его перезапустить. Посмотрите, насколько быстро он у нас изменится ли что-то. да, он появился. Гораздо быстрее среагировал. Теперь давайте поставим его на форматирование. Сейчас он раздуплится. Пройдемся. Посмотрим, какие сейчас быстро опять сделаем. Вот опять затык. Мне вот это не нравится. Я жопой чувствую, что у него голова пошла по или блины сыпятся. но, во всяком случае, какие-то проблемы с нулевым сектором точно есть. Потому что вы видите, на 128 у него постоянный затык. Ну и теперь давайте полное форматирование. Как мы видим с вами, скорость в принципе нормальная, приемлемая, приличная. Идет. Ну, посмотрим, посмотрим по результату. Пока ничего с ВД по причине того, что уже П-лист полный. Все принеслось в П-лист и продолжает диск банально сыпаться. Кстати, первый раз такое вижу, чтобы он сыпался и уменьшался сам в размерах. Видно, оно все переходит в озерную область и само уменьшается. В общем, первый раз такое, честно, встречаю. Напишите в комментах, видели, чтобы место на жестком диске само уменьшалось. В общем, скорее всего, это будет не ремонт, но чем это видео хорошо? Вы увидели последовательность команд. Вот видите, маленькая область живая. И опять погнали беды. В общем, вы увидели последовательность команд, вы, я думаю, запомнили ее, и этой последовательностью команд можно оживить нормальный жесткий диск, который не будет сыпаться. В общем, подписываемся, ставим колокольчик. Всем пока. окупить нужную запчасть на Алиэкспресс мне помогает Backit в прошлом EPN. Расширение для всех браузеров. Переходим по ссылке и мы уже экономим. Проверяем в расширении, активирован ли у нас кэшбэк. Если нет, нажимаем на кнопку активации. Выбираем нужную нам деталь и смотрим динамику цен. Переходите, ссылочка в описании.